Приветствую, друзья! Вы смотрите, как интересно. Если я буду говорить так, в определенном ритме, говорить такие слова, которые не вызывают никаких вопросов, которые не заставляют задумываться, а проникают так свободно, 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 то в конечном счете вы выйдете в такое состояние, когда такая пустота в голове, такая безмятежность, безвремение, безграничность, такое раскрытое сознание. И тогда я могу кое-что сказать, а оно вами воспримется. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что я могу вас сначала разгрузить от всего вот этого смятения, адаптироваться к вашему состоянию и начать этим состоянием управлять. Это я вам рассказываю секреты гипноза. Определенный ритм, в котором я могу говорить, говорить так, что не вызывает никаких сомнений, возражений, говорить тоном, беспрекословным, таким, не вызывающим никакого сопротивления. Я могу говорить о том, как красивы цветы, я могу говорить о том, что я немножко устал, что я хочу отдохнуть, я могу говорить о таких вещах, которые, ну, само собой, разумеется, например. Вот я вам сказал, по газонам не ходить. Почему? Потому что... И могу добавить туда, потому что это вредно. Ну, вы представляете себе, вот, словом, потому что я уже создал связь между одним и другим, соединимое, несоединимое. И теперь могу добавить. И вы представите себе? И поэтому потом, вам после нашей встречи будет необыкновенно хорошо. Обратите, пожалуйста, на это внимание, что я вроде бы ничего не сказал, ну, посмотрите, как интересно. И посмотрите, что будет с вами потом. Потому что на самом деле с этого момента каждый следующий час и даже минута будет работать только на то, чтобы вам было лучше, лучше и лучше. А что может быть прекраснее этого? Но я это что вообще в этот момент сделал? Да вроде бы ничего, просто я понимаю смысл, как надо подбирать слова, чтобы они не вызывали сомнений, как надо улыбнуться в нужный момент, какую картину поставить и какие еще там стоят, какие я вам покажу. Потому что меня вдохновили во время моих текстов показывать картины. И они сказали, слушайте, это так удивительно, на нас влияет, на нас так положительно действует. А действовать почему? А я вам просто скажу. Потому что я, по существу, хочу, чтобы вам было хорошо. Вот и все. Я просто хочу, чтобы вам было хорошо. При этом я говорю тексты, которые я создаю, когда я думаю о том, как бы вам помочь, как бы вам это объяснить просто такими понятными, доступными словами. Например, сейчас я объяснял, как происходит манипуляция. А вы представьте себе, манипуляция, это же так ужасно. А я вот таким способом сейчас, одновременно объясняя, как это происходит, сделал вам хорошее настроение. И на самом деле вы узнаете завтра, послезавтра и после-послезавтра, что вам будет лучше, лучше и лучше. Потому что и манипуляцию можно использовать и во вред, и для пользы. А в целом вы, постепенно смотря мои ролики, постепенно начинаете понимать, на чем основана наша работа мозга, наше восприятие, что оно бывает иногда суженным, иногда таким свободным, иногда автоматически фиксированным, а иногда управляемым. Если вы научитесь управлять своим восприятием, вы научаетесь управлять своим сознанием. Человек может управлять только тем, что им осознанно. Все остальное управляет им. Как, например, манипуляция. Сегодня мы живем в мире манипуляций, и наша задача – выйти из этого, выйти из этих иллюзий, на вождении, выйти из этого, то, что называлось на древнем индийском майя. Майя – выйти из майи, выйти на адекватное понимание вещей. А для этого надо научиться управлять стрессом, потому что стресс – это неуправляемый транс, это фиксация внимания, это инстинкт самосохранения, вызывает сужение внимания, то есть сужение сознания с ожиданием негативного исхода ситуации, и вы начинаете себя накручивать. Вы в гипнозе, манипуляции. А вот теперь последнее, очень важное. Стресс – это сужение сознания. А поза эмбриона – поза комфортнейшая, поза – это когда вы сжимаетесь, как бы вы прячетесь от всех проблем, как страус, который засунул голову в песок. Но вам там комфортно, поэтому вы сжимаетесь. Когда стресс вы сжимаетесь, или у вас трясёт, или у вас возникают какие-то движения, и если вы прислушаетесь себе в момент мечтания, что вам мешает мечтать? Прислушайте себе. Что организм вам подсказывает? Сжаться? Или сделать вот так? Или просто покачаться и мечтать легче? Вот если вы поставите себе цель – помечтать, и вы увидите препятствия внутри себя, и вы начнёте их снимать приёмами сжатия, разжатия, повторяемых движений, которые вам приятны, вы заметите, что вы снимаете внутренние блоки, блоки сознания. И выходите на салону, выходите на состояние, когда мечтать вам легче, легко, ничто не мешает. Вот это состояние от стресса к мечтанию. Вот этот переход от минуса к плюсу. Это потрясающе. Если вы будете смотреть ещё следующие мои ролики, вы познаете. Вы познаете такое, как можно легко переходить из стресса к состоянию задумчивости, к мечтательности. Вы почувствуете, как можно мобилизующий андреналин перевести в состояние эндорфин, когда вам хорошо, и вы как цветок распускаетесь, и вам хочется читать стихи, даже если вы их никогда не читали. Да, друзья, очень интересно, но самое интересное будет, когда вы сейчас начнёте писать комменты. Комменты, 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 что вы почувствовали, как стало ваше состояние после нашей вот этой встречи, потому что я сейчас начну выдавать такие потрясающие ролики, но участники активные нашей школы, они будут получать на следующих вебинарах те же преференции, а все остальные участники, которые входят сюда, смотрят только ролики и никак не участвуют, они не будут получать вот этот вот, там такой значок будет, который помогает оставаться с преференциями входа, а все остальные будут как обычно, пожалуйста, так что потрудитесь, потому что у нас школа очень большая, очень большая школа, она такая всемирная, а я хочу, чтобы у нас определилась определенная часть, которая на самом деле хочет быть разумной, потому что наша школа, человек будущего, Homo Futurus, это окно в будущее человека, имеющий разум и сердце. До встречи, друзья! Вспомним о вечных общечеловеческих ценностях. До встречи!